Что на пароходе в Санкт-Петербург привез на Сахалин каторжников, которые на каторжные работы присудили. И командир этого парохода, капитан этого парохода Петров узнал про Чехова, разыскал там Чехова и предложил ему вернуться домой на этом пароходе. И они сделали остановку в Шри-Ланке, значит, Коломбо. И там были целую неделю. И когда я возглавлял эту делегацию, там поставил спектакль «Вишнёвый сад» на сингальском языке. Вот там есть статья, есть там «Чехов на слоне». Ну, в общем, такая... Да, ещё «Остров Цейлон» назывался. Цейлон, да, 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 да. Цейлон, да и он «Остров Цейлон» и сейчас, наверное, называется. Это страна Шри-Ланки. Там президент, там были, потом президент Бандаранайки, была женщина, а мы дружили с Лобовым. Лобов – это был заместитель этого... у Ельцина, один из... зампред, ну, в общем... А потом он организовал, значит, культурный центр и вот меня пригласил возглавить этот культурный центр. И вот на этом культурном центре «Встреча у Лукьяныча» называлась. Вот выдающиеся басы, вот там есть фотографии и этот самый... Ну, все выдающиеся басы, назовите, Эйзен, там, Моторин и, значит, ещё... Садкилава? Нет, нет, нет. Ну, вот есть фотографии, короче. Вот там даже есть фотографии. Ясно, а это какой год? Год... Ну, где-то 90-е годы, вот. Ельцин когда у нас? Ну, ясно, да, начало 90-х. Вот в те годы, и очень успешно, и потом ещё я занимался фабрикой. Вот надо найти вам материалы. То есть мне надо потратить время, чтобы найти материалы, которые... Красный октябрь. Я в Красном октябре занимался, принимали они участие в фестивале, откуда я познакомился. А потом я стал руководить там самодеятельностью параллельно. И он замечательный директор, и тоже в контакте. Вот я еду в это самое, он готовит для Бандаранайки шоколад килограммы, так вот, для заместителя это самое. И мы едем с Лобовым. Есть фотографии, надо найти, там, в храме, зуб Будды там, и... Ну, в общем... И вдруг ко мне подходит мужичоночек, скажите. Вы из Москвы? Да, я из Москвы. Да. Попросили меня к юбилею Чехова. Они готовят спектакль «Вишнёвый сад». И попросили меня провести несколько... И я неделю с ними репетировал там. И есть фотографии, тёмные, ну, в статье, которая надо... Они копировали Любимовскую постановку, только просто... Да нет, причём здесь Любимовская постановка. Ихняя постановка. А, их постановка. Они поставили спектакли «Вишнёвый сад» Любимов не ставил. А, то есть это «Шиллёвый сад» Эфрос поставил. Да, Эфрос. Эфрос поставил. Ну, по каким-то путём они к юбилею «Россия», «Шри-Ланки» там вот такое было. То есть их режиссёр по своему режиссёрскому виду поставил. Да, да, да. А меня попросили, значит, выпустить этот спектакль. И я провёл четыре репетиции с ними. Состоялось представление. Потом было представление, они потрясающие барабанщики. Там около 20 барабанов, и вот они это самое выдают. Ну, короче говоря, подходит мужичишка и говорит, «Вы из Москвы?» Я говорю, «из Москвы». Но почему-то спад с тросточкой и очень похож на Чехова. Или он... А вы знаете, что в этой гостинии вставлялся Чехов останавливаться? Я говорю, да. А как, где это? А вот 234-й номер, там дощечка, что в этом номере останавливался русский писатель Антон Павлович Чехов. Ну, там 1880 какой-то год, и, короче говоря, он там жил, в этом номере. И вот тогда у меня возникла идея создать музей Антона Павловича Чехова в Шри-Ланке. И мы очень сотрудничали с ними хорошо. Я привлёк музей Чехова наш, московский. А потом и поехали уже с этими самыми, вот, с этими шоколадами. Поехал Лобову, я взял. Ну, это было удивительно интересное, интересные контакты.